20 педагогов и руководителей образовательных учреждений из Бельц и других населенных пунктов Молдовы прошли недельные курсы повышения квалификации в Москве. Поездка в столицу Российской Федерации стала продолжением договоренностей, достигнутых между мэром Бельц Рената Усатым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Съемочная группа Бельского телевидения, которая тоже находилась в России, но по другому поводу, встретилась и с учителями, и с Рената Усатым. По словам Бельского градоначальника, подобный обмен знаниями, методиками и опытом между московскими и молдавскими педагогами происходит впервые за многие десятилетия. Для меня это очень важный проект, потому что все знают, что у меня родители также учителя, и после развала Советского Союза у учителей наших, у учителей заучить, директоров школы, к сожалению, нет возможности посетить другую страну, а так как правительство Москвы за это я хочу отдельно еще раз поблагодарить министра, руководителя департамента внешних и экономических связей Сергея Евгеньевича Черемина, так как они взяли на себя абсолютно все расходы, связанные с проживанием, питанием, транспорт, и это естественно подходит нам, потому что люди как бы не должны тратить своих денег, которых у них просто-напросто и так нет. И это первая ласточка, уверен, что это станет доброй традицией, и максимальное количество учителей сможет посетить Москву. Обсуждался проект мобильных лабораторий, которые у нас отсутствуют в большинстве школ, и как пилотный проект, значит, несколько школ в Бельцах будут оборудованы мобильные лаборатории, которые... Я был на презентации этих лабораторий примерно полтора года назад, мне они очень понравились, но высказаться должны директора наших школ, а я готов выслушивать любые их пожелания и продвигать наше сотрудничество, потому что от этого зависит. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии у нас сегодня в стране находится система образования, где постоянно кто-то пытается двухколесный, уже много лет двухколесный велосипед сделать трехколесным, и, к сожалению, мы видим, что хороших результатов от этого нет. Сами педагоги говорят, что работа московских коллег заслуживает особого внимания. Они благодарят администрации двух городов за возможность с ней ознакомиться. Это поездка, которая принесла всем нам массу положительных новых впечатлений, и за это я хочу выразить слова искренней благодарности примару нашего города Ренату Георгиевичу Усатому, потому что если бы не его стремление, если бы не тот подписанный меморандум о сотрудничестве с западным округом города Москвы, то, наверное, мы бы не увидели всего того, что мы увидели. Наверное, мы не смогли бы взять какие-то крупицы, чего-то положительного, что мы можем внести на своих уроках, в своих школах. В России полным ходом идет развитие школ. Это видно невооруженным взглядом. Достаточно увидеть их оснащение и уровень ведения образовательного процесса. По словам представителей молдавской делегации, они получили возможность по-новому взглянуть и проанализировать собственную работу. Подходы, которые нам демонстрируют в одних из лучших учреждений города Москвы, они на сегодняшний день являются так называемыми школами будущего. Почему? Ключевой момент. Детей готовят сегодня таким технологиям, чтобы они научились жить в будущем, в изменяемом мире. Пожалуй, это самое главное, что я выношу и привнесу к себе домой. И самое сложное – это поддержка правительства таких возможностей. И удивляет тот факт, что руководитель сам определяет стратегию, потому что он видит финансовые возможности. У таких руководителей руки, как говорится, свободны. Он не ограничен какими-то рамками. Пожалуй, это и отличает наше образование Молдовой от образования того, что здесь мы видим. Мы приятно были удивлены системой оценивания учащихся. Это, наверное, огромный плюс. Визит молдавских педагогов в столицу Российской Федерации осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанном между Западным административным округом Москвы и городом Бельцы. Документ предусматривает расширение взаимодействия между городами в области управления, муниципальным и жилищно-коммунальным хозяйством, инфраструктурных проектов, социальной и молодежной политики, образования и культуры.